Доброго времени и суток, уважаемые любители бокса. Очередная отличная подборка нокаутов. Досмотрите до конца и, думаю, вы не пожалеете. Итак, второй средний вес. На наших экранах боксер из Казахстана Али Ахмедов. 20 побед, 1 поражение. 15 побед нокаутом. Против боксера из Коста-Рики Эркарнасьона Диаса. У Диаса 18 побед, 4 поражения. 11 раз Диас выигрывал досрочно. Диасу, кстати, уже 40 лет. То есть такой достаточно возрастной боксер. Ну и смотрите, второй раунд из запланированных 10. Ахмедов прессингует, естественно, но он превосходит противника в антропометрии, конечно, в боксерских скиллах и сейчас попадает справа в верхнюю часть головы. Вот видите. Ну и на этом, собственно, бой закончился. Посмотрим, куда приведет дальше этот путь Ахмедова. Второй средний вес – это, как мы знаем, очень насыщенная категория. Ну, будем ждать. Главное событие боксерского шоу, состоявшееся 23 мая. Джермейн Франклин. 22 победы, 2 поражения, 14 побед нокаутом. Против некоего Дэвина Варгаса, который, между прочим, участвовал в Олимпийских играх в свое время. У Варгаса 30 побед, 10 поражений, 10 нокаутом. У Франклина, вот его два поражения были против Энтони Джошуа и, достаточно спорное, против Дилиана Вайта. Но вот он возвращается и возвращается достаточно уверенно. Это у нас шестой раунд. И после того, как Варгас вот оказался в таком положении, в каком мы его сейчас видим, в его углу было принято решение на седьмой раунд не выходить. И, наверное, это решение было правильно. На мой взгляд, конечно, рано бросили Франклина под Энтони Джошуа. Но боксер такой, достаточно интересный. Я думаю, там на топовом уровне он сможет, конечно, повоевать. Хотя я не уверен, что станет чемпионом мира. Но все может быть, это же бокс. На наших экранах бывший американский футболист и бояец UFC Грег Харди. 3-0 у него в профессиональном боксе. Он вышел в ринг против боксера из Новой Зеландии Патрика Маевасы. У него 6 побед и 3 поражения. Вот смотрите, что здесь произошло. Грег Харди оказался в тяжелом нокауте. Между прочим, Харди вызывал на бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Как мы понимаем, после этого боя его претензии были недостаточно обоснованы. Ну и, конечно, суманские болельщики в полном экстазе. 24 мая. Польша. 8 раундов в полутяжелом весе. Справа кубинский боксер и Хасвани Рафаэль Гарсия. 12-0. 9 нокаутов против местного поляка Лукаша Плавецкого. У Плавецкого 7 побед, одно поражение, 2 ничьих. Ну, было вот до этого момента, а сейчас он оказался, смотрите-ка, в совершенно таком состоянии, когда он, наверное, просто не понимает, где он находится. Видите, да? В общем, этот кубинец Гарсия очень перспективный. Кто смотрит обзоры нокаутов, наверное, помнит его бой с украинцем Дмитрием Федосом, да? Какой был там тоже тяжелый нокаут. Так что, возможно, Гарсия станет когда-нибудь звездой в полутяжелом весе. Наблюдаем за этим парнем внимательно. Он достаточно интересный, как мне кажется. Итак, главное событие этого боксерского вечера. Бой за титул чемпиона мира в весе Бриджервейт, то есть до 106 килограммов по версии WBC. Слева чемпион. Поляк Лукаш Розанский. 15-0. 14 побед нокаутом. Это его первая защита против бывшего чемпиона мира в Крузервейте Лоуренса Аколи. У Аколи 19 побед, одно поражение. Вот крайнее поражение. Он проиграл титул и перешел в этот вес. И сразу же в первом раунде, видите, как все для него начинается. Достаточно неплохо. Вообще вот Аколи такой, он с одной стороны достаточно бьющий, но с другой стороны его бои скучные, понимаете? Такая странная вещь. Но когда он проводит бои вот так, он кажется достаточно зрелищным боксером. Вот это вот второй нокдаун. И хотя поляк явно не восстановился, остается 30 секунд и, в общем, польское судейство вполне могло рассчитывать, что ему удастся продержаться до перерыва. Но Аколи прекрасно понимал, что как бы на чужой территории надо выигрывать уверенно. Смотрите, что он делает. Два удара справа прямых, а потом апперкот. Явно Розанский такого не ожидал. И третий нокдаун. И, наконец-то, после третьего нокдауна рефери решил, что нет, больше уже не надо. Ну что, Аколи стал чемпионом мира во второй весовой категории. Ну и, конечно, сделал это в максимально зрелищной манере. Посмотрим, что он покажет. Вот в бриджер-вейте эта категория пока только набирает популярность, но если там будут жесткие нокауты, почему нет? Люди потянутся, я считаю. 24 мая, Москва. Бой в первом тяжелом весе. Алексей Папин слева против Айзека Челемба. Айзек Челемба дрался и с Дмитрием Биволом, и с Сергеем Ковалевым, и с Александром Гвоздика. В общем, очень опытный, правда, уже истраченный боксер. И Алексей Папин во втором раунде, попав левый крюк, уже потрясенного противника, как видите, отпускать не собирается. Челемба, конечно, мастер выживания, но здесь нет, у него не получилось. Он тяжело падает на настил, там пытается встать, но рефери, правильно оценив его состояние, бой остановил. Ну, по линии WBC, может быть, Алексей Папин и дойдет до титульного боя. Вполне может такое быть. Ждем развития событий. 24 мая, Британия. Брайан Сантандер. 11 побед, 1 поражение, 7 побед нокаутом. Это тяжелый вес. И вот его противник, Томми Велч, 13-0. 8 нокаутов считается в Британии достаточно перспективным. Первый раунд. Велч, конечно, значительно больше, а Сантандер, кстати, в тяжеловесах побеждал бывшего суперлегковеса Дарли Переза и средневеса Эдисона Миранду. Но тут удача от него, видите, отворачивается. Он падает первый раз, задумчиво встает, падает второй раз. И тут уже думай-не думай, а бой закончен. Вот повторы. У Велча, кстати, тренирует его отец сам, бывший профессиональный боксер, который там становился чемпионом Британии и британского содружества. Посмотрим, к чему он приведет своего сына. Пока уровень оппозиции не очень высокий у Велча, ну, там дальше будет видно. Еще один лондонский нокаут. Леннокс Лингоу. 9-0. Это вес до 55 килограммов. И его оппонент, который тоже 9-0. Рейзер Али. Рейзер Али, он из Ирана. Не так часто иранские боксеры у нас на профессиональном ринге. Третий раунд. Рейзер Али побыстрее. Несмотря на то, что у него всего одна победа нокаутом из 9 боев, с точностью у него, видите, все нормально. И с пониманием момента удар по корпусу и противник в нокдауне. И вот следующий же удар, сдвоенный левой голова корпус, отправляет его противника уже в болезненный нокаут. И встать он не смог даже, я думаю, бы на счет 30. Вот видите, хорошо, интересно. Ну и там, конечно, представители иранской диаспоры в восторге, и их можно понять. Повод для радости у них сегодня однозначно есть. 24 мая США. Слева Девон Александр, бывшая звезда канала HBO в суперлегком весе. Теперь вот Александр пробует в себя в первом среднем весе против боксера из Белоруссии Влада Панина. Во втором раунде Панин попадает ударом справа в верхнюю часть головы, и Девон Александра наносили. Рефери считает, а Девон Александр апеллирует к тому, что удар был куда-то, видимо, в ту область, куда нельзя. И рефери предлагает продолжить, но видите, Александр, видимо, хотел, чтобы и бой закончился без судейского решения или дисквалификации Панина, но жизнь несправедлива. Да не гони мне, Сеня, не гони. Тут уголовный розыск, а не баня. Ни манеголых, ни дурных. Поэтому получилось, вот видите-ка. На самом деле, вот когда бывшие звезды вот так вот выходят в ринг за деньгами, смотреть на это, не знаю, мне не очень нравится. А что вы об этом думаете? 25 мая, Канада. Второй средний вес. Британец Марк Хефрон на наших экранах. 30 побед, три поражения, одна ничья. 24 победы нокаутом. И Кристиан Билли, уроженец Камеруна, ныне обосновавшийся в Канаде. 26-0, 22 победы нокаутом. Первые секунды первого раунда. Билли пониже в красных перчатках. Он вообще не очень большой для этого второго среднего веса, но недостаток антропометрии. Он компенсирует агрессии, мощными ударами и высоким темпом. И не все это могут выдержать. Вот Хефрона это выдержать не получилось. Жесткая атака и удар слева по корпусу ставит точку в этом бою через 35 секунд после его начала. Давайте еще раз посмотрим. Вот в голову и левый в корпус. И на этом для Хефрона в этом бою все закончилось. Говорят, что Мбели следующий бой будет проводить против Сергея Деревенченко. На мой взгляд, это достаточно интересно должно быть. Что вы думаете? Как этот бой сложится? 25 мая в Канаде Асланбек Махмудов буквально уничтожил Мирана Равчанина. Видите как? Почти выкинул его за канаты сначала, но Равчанин встал и смог продолжить бой до второго раунда. Махмудов, который возвращался после поражения от Агита Кабаела, ну, видно, был настроен серьезно и явно пытался с первой секунды своего оппонента нокаутировать. И вот на последней минуте второго раунда у него это получилось. Очередной удар справа. Обычный, без подготовки, но почему-то Равчанин этих ударов справа не видел. Ну и вот все, финал. Давайте посмотрим еще раз, что там произошло. Про этот бой есть отдельный обзор, посмотрите на канале. Ну вот нокаут был, конечно, очень красивый. Тут ничего не скажешь. Ждем, с кем Махмудов дальше будет драться и к чему это приведет. Итак, снова у нас горячие аргентинские парни. Алексис Олесио. Четыре победы, два поражения, две победы нокаутом. Аргентинец и его соотечественник Лоренцо Герес. Семь побед, одно поражение, одна ничья. Четыре победы нокаутом. Шестираундовый бой в первом среднем весе. Два левши у нас. Герес так помощнее в синих перчатках. Устроили парни в первом раунде несколько хороших разменов. И вот Герес попадает слева сильной рукой. Тяжелый нокаут. Олесио встал. Но вот сейчас снова он пропускает. И обратите внимание вот сейчас. Снова правый крюк. Еще один. И хорошая работа секундантов Олесио. Они выбрасывают полотенце. То есть они поняли, что их боец находится в тяжелом состоянии. И чтобы не доводить дело до нокаута, а все именно к этому и шло. Как видите, они приняли совершенно правильное решение. На мой взгляд, очень хорошо. Побольше бы таких секундантов. И поменьше было бы тогда травму боксеров. Главное событие этого боксерского шоу в Аргентине. Николас Джара. 10 побед, 5 поражений. 4 победы нокаутом. Против Андреса Теджады. У Теджады 12 побед, 3 поражения, 2 ничьих. 6 побед нокаутом. Итак, седьмой раунд из запланированных 10. Вы обратили внимание, насколько Джара больше? И неудивительно, потому что Теджады начинал в легком весе. А это Велтер. То есть 66 килограммов. Вот сейчас он пропускает удар по корпусу очень жесткий. И продолжать не может. И это нокаут. Давайте еще раз посмотрим. Вот видите? Сильной своей левой рукой. Еще и там апперкот. Но хорошо, что промахнулся. Да и это было уже лишнее, собственно. Там все было понятно. А какие нокауты понравились вам больше всего? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите бокс. Ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.